Дорога от микрорайона Солнечный до 13 км основной трассы важная часть ключевой грузовой артерии, связывающая Магаданский морской торговый порт с транспортной системой Магаданской области. Автомобилисты знают, что на своем протяжении эта трасса неоднородна. Есть участок, отремонтированный недавно. Есть часть дороги, видевшая ремонт еще раньше. А есть убитое дорожное полотно, сохранившееся за 30 лет настолько, насколько смогло. На этом участке автодороги Солнечный 13 км автомобилисты ездят еще по советскому бетону. В каком состоянии находится дорога, вы видите прямо сейчас. Машины вынуждены ездить по обочине, а не по дороге. Общественные активисты Народного фронта считают, что для приведения дороги в нормативное состояние требуется капитальный ремонт. В этой ситуации мы уже неоднократно мониторим этот участок дороги. В этом году нам президент уже конкретно указал мониторинг именно региональных дорог, на него обратить больше внимания. Здесь мы видим, дорога не ремонтировалась еще с времен Советского Союза. То есть то, что мы видим, еще бетон, он разваленный. На этой дороге уже много предписаний прокуратуры, то есть оно не исполняется. Здесь уже какими-то мелкими ремонтами мы этот вопрос не решим. То есть какими-то там заделываниями кусочками асфальта и так далее, ямочными ремонтами. Этот вопрос уже не решим. Здесь вопрос решается только одним. Только полностью переделывание дороги, капитальный ремонт, снятие дорожного полотна и укладывание новых. Отсыпка обочин. Мы обратились в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Колымы, чтобы узнать о планах регионального правительства по продолжению ремонтных работ на трассе Солнечный 13-й километр. Вот что мы выяснили. Дорога требует приведения в нормативное состояние и работа над этим вопросом уже начата. Так, в прошлом году приведены в нормативное состояние участки 20 километров 20 по 23 и с 27 по 30 в сторону населенного пункта Оула. В этом году с началом строительного сезона будут устранены недостатки, которые были выявлены по работам прошлого года. Подрядчик их буквально проведет в ближайшее время за свой счет. Это состояние обочин и верхнего слоя дорожного покрытия на асфальтобетонном участке. Что касаемо наиболее проблемного, это с километра 0 по километра 8 данной дороги, 8 мая текущего года заказчиком, то есть учреждением, нашим подвесным учреждением, заключен государственный контракт с организацией «Томск Дорпроект» на осуществление инженерных, изыскательских и проектных работ. Значит, требуется значительный объем проектных работ провести предварительно. Срок реализации это с 24 по 25 год. В январе 25 года проектно-изыскательские работы будут закончены. Ориентировочный срок реализации, то есть реального осуществления работ 26-2027 года. То есть постепенно участками дорога будет приводиться в нормативное состояние. Работы будут включать в себя выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для Карибы.